Первый доклад Здоровья, здравоохранения, медицины Которые до сих пор не решены И оказывается, что эволюционные подходы Вооружают медиков и биологов Новыми инструментами Для достижения наших целей И посмотрите, новые целые дисциплины Уже существуют Это дарвиновская медицина Эволюционная эпидемиология Которые совершенно С новых углов рассмотрения Открывают очень много Новой полезной информации Для докторов Точно так же В эволюционной онкологии Имеется несколько направлений Эволюционная онкология является Тоже частью эволюционного подхода К наукам и здоровью И видите, несколько направлений известно Уже сравнительная онкология Развивается с начала 19 века Представления о соматической эволюции Опухолевых клеток были Развиты там в середине 70-х годов Прошлого века Ну и еще есть ряд интересных гипотез Связанных с противораковой селекцией И так далее Мы развиваем представление Об эволюционной роли опухоли И начиная с 70-х тоже годов И много публикаций На эту тему публиковали И вот видите, несколько книг Опубликовано в разных областях Эволюционная онкология Одна из них наша книга И представление об эволюционной онкологии Мы сформулировали Исходя из нескольких общих принципов Имеющих отношение к генетике Это принцип генной конкуренции И принцип эволюции генома И вот оказывается, что из очень общих представлений Вытекает эволюционная роль опухоли Что такое эволюция генома И происхождение эволюционно новых генов Это теория, которая Импульс которой развития Придала книга ООНа в свое время Опубликованная в 1970 году Evolution Benjen Duplication Которая не только рассматривала Механизмы возникновения новых генов Но и эволюционно новых генов Но и связала прогрессивную эволюцию С возникновением эволюционно новых генов Но эта книга не давала ответа на вопрос О том, где эти эволюционно новые гены работают Подразумевалось, что, наверное, в тех же клетках Но мы знаем, что нет вот такой автоматической связи Между возникновением новых генов И возникновением новых прогрессивных признаков Вот хороший пример демонстрирует амфибии У которых организация иммуноглобулинового локуса Такая же, как у человека А разнообразие лимфоцитов и антител На несколько порядков меньше Почему? Потому что клеток нет И оказывается, что в линии вторично-ротых Хордовых и позвоночных В этой эволюционной линии Нужны были огромные количества новых клеток Откуда они взялись, не совсем понятно И мы поэтому сформулировали в свое время гипотезу О том, что именно опухолевые процессы Были теми процессами, которые снабжали Эволюционировавшие многоклеточные организмы Избыточными клеточными массами Для экспрессии эволюционно новых генов Возникающих в ДНК зародышевых клеток И мы полагаем, что Вот эта наша гипотеза Она является комплементарной Гипотезе ОНа Об эволюции путем дупликации генов Потому что там он говорит о Связи эволюции с возникновением новых генов А мы говорим о связи этого процесса С процессами Которые представляют избыточные клеточные массы И вот эта гипотеза Если изображать, как принято в молекулярной биологии В виде вот таких рисунков, диаграмм Она выглядит следующим образом Сначала возникает эволюционно новый ген Но этот эволюционно новый ген Он не может экспрессироваться Из-за генной конкуренции Потому что нет места для экспрессии Но мы знаем, что в опухолях такое место есть В избыточных клетках место для экспрессии новых генов Имеется, и поэтому они там могут экспрессироваться Если при этом возникают какие-то слабые функции Мы знаем, что в белковых молекулах много слабых функций Это возникают слабые обратные связи Происходит отборное усиление этой функции Которая в конечном итоге приводит к возникновению нового типа клеток Вот где экспрессируются этот эволюционно новый ген или гены И затем этот эволюционно новый тип клеток Наследуется за счет генетических и эпигенетических механизмов А об эпигенетических механизмах в нашей сессии Немного позже будет говорить Николай Казимирович Янковский И Северный Юрьевич Макеев Они будут рассказывать о том, каковы могут быть эти генетические механизмы И вот эта гипотеза, она была довольно давно сформулирована Когда мы были молодыми И за это время произошло огромное накопление материала Вот в этой книге, которую я потом написал Там больше тысячи ссылок И все эти ссылки, они относятся к тому Материалу, который в поддержку эволюционной роли опухоли И вот мы сейчас кратко это разберем Вот посмотрите, существует такой парадокс Эволюция против патологии Оказывается, что многие патогены и патологии Играют эволюционную роль, как это ни странно Это и вирусы, и бактерии, и молекулярные патологии И перспективные монстры, и опухоли, как это ни странно И это заставляет вообще, это парадоксальная ситуация Она заставляет вообще ученых мыслить немножко иначе Оказывается, что опухоли Обладают многими свойствами Которые предполагают общую эволюционную роль Прежде всего, много опухолей наследуется Причем, наследуемые опухоли и синдромы Встречаются чаще, чем прочие генетические заболевания Опухоли широко распространены То есть, по всему филогенетическому древу Почти у всех многоклещенных организмов Онкогены и опухоли-супрессоры являются наиболее древними классами генов Многие опухоли никогда не убивают своих хозяев И кроме того, еще интересная вещь Достаточно парадоксальная Это так называемая конвергенция Конвергенция онкологических и эмбриологических сигнальных путей Почему они так похожи? Это не совсем понятно Мы также знаем, что опухоли есть просто свойства Которые прямо могут использоваться в эволюции К ним относятся, прежде всего, свойства избыточных клеточных масс То есть, опухоли поставляют избыточные клеточные массы С высоким биосинтетическим потенциалом Которые очень нужны в эволюции Кроме того, в опухолях активируется очень много генов необычных Которые в нормальных клетках не работают Это тоже очень нужна эволюция И опухоли клетки могут дифференцироваться с потерей злокачественности Имеют морфогенетический потенциал Вот как на этом рисунке изображены кожаные рога у человека Понимаете? И не только И очень интересное свойство, которое демонстрирует опухоли Это то, что опухоли имеют структуру атипических органов У опухоли, как и у нормальных органов, имеются строма и паренхема А паренхема состоит из опухолевых стволовых клеток И неправильно, но каких-то более дифференцированных типов клеток Мы это потом вспомним в своих построениях О том, что опухоли могут рассматриваться как типические органы Имеется много примеров, когда опухоли уже сыграли роль в эволюции И вот здесь эти примеры приведены Это соотношение между меланомами и макромеланомоформами у рыбоксифофорус Это роль клубеньков возникновения новых органов у растений Это плаценты, это классический пример опухолеподобного органа Который, по-видимому, возникал из опухолей Которые индуцировались ретровирусами у предков плацентарных Ну и другие примеры, здесь они тоже показаны Видите, всего много, большой перечень опухолеподобных органов Которые, по-видимому, возникли из опухолей Причем даже имеется пример, когда целые организмы возникают из опухоли Например, у морского ежа И вот этот очень большой материал Сложилось такое представление, что гипотеза становится теорией Это все было обобщено в книге моей, которая была издана уже сейчас на трех языках И этот процесс продолжается И я назвал эту теорию теорией Карсона Эвадева Что такое Карсона Эвадева? Это теория, которая объединяет три типа биологического развития Мы знаем, что всего существует три типа биологического развития Это эволюционное, нормальное эмбриональное развитие И неопластическое развитие И вот наша теория объединяет все эти три типа развития в одной теории Причем название сформировалось из названий существовавших ранее Вот было название Карсона Эвадева И Эвадева Значит, что это такое? Карсона Эвадева Представление о карсона эмбриональных антигенах возникло после того, как наш выдающийся онколог Абелев Гарри Израильевич, он открыл альффетопротеин А представление об Эвадева, об эволюции онтогенеза возникло Начало ему положил наш выдающийся биолог Северцев, академик Который развил представление о том, что эволюционирует не взрослый организм, а весь онтогенез эволюционирует И вот видите, сколько существует уже и книг, и публикации Это хорошо основанная теория А мы добавили к этому еще одно измерение, онкологическое измерение То есть мы рассматриваем, как я уже сказал, три типа развития в единой теории И мы формализовали вот то, что я сказал, в виде вот такой интересной диаграммы В которой разные виды развития связаны стрелками, да? Причем эти стрелки обозначают либо участие в процессах, либо существенные связи И сразу бросается в глаза сходство некоторое с центральной догмой молекулярной биологии Это тоже вот подобной диаграммой выражается И там и здесь есть существенные запреты Вот в центральной догме есть существенные запреты о передаче генетической информации О невозможности передачи генетической информации от белка к нуклеиновым кислотам А здесь у нас тоже есть существенный запрет Это запрет эволюции нормального развития Почему? Потому что нормальное развитие не может эволюционировать Из-за того, что существуют так называемые ограничения, связанные с развитием Которые летальны, если они нарушаются, это приводит к смерти организма И вот мы полагаем, что организмы опухоленосителями являются переходными формами Которые позволяют преодолевать вот этот запрет Наша теория оказывается не противоречит существующим биологическим теориям Вот здесь, на этом рисунке указано еще семь биологических теорий И вот мы видим, что наша теория им не противоречит А объясняет явления, которые те теории не могут объяснить Ну, например, теория прогрессивной эволюции Она не объясняет природу переходных форм А мы объясняем Вот смотрите Почему не объясняется существующей теорией Почему отсутствуют переходные формы Они не находятся в полиэнтологических летописях, с одной стороны А с другой стороны, они запрещены, как я говорил Они запрещены ограничениями, связанными с развитием Поэтому непонятно, как, собственно, происходит прогрессивная эволюция Как происходит прогрессивная эволюция? Ну, как-то происходит А мы объясняем, как Мы полагаем, что переходной формой является популяция организмов опухоленосителей Где ограничения, связанные с развитием нормальным, отменяются И поэтому популяция организмов опухоленосителей могут быть вот такими переходными формами И еще целый ряд вещей мы объясняем В частности, объясняется феномен канцертестис антигенов Почему, собственно, канцертестис? Почему вот эти гены работают в тестикулах и в различных опухолях? А также еще и в мозге Понимаете? И вот мы это объясняем Потому что это эволюционно новые гены, которые работают в опухолях И точно так же мы объясняем феномены Такие феномены, ну, например, связанные с эволюцией адаптивного иммунитета Когда констелляция нескольких и даже большого числа генов Ведет к возникновению сложных функций Известные классические теории этого просто не могут объяснить Как такие совпадения получаются? Мы также объясняем очень тоже еще интересные вещи Мы объясняем природу опухолеподобных органов Оказывается, что эволюционно новые органы Такие как плацента, молочная железа и простата Они имеют очень много признаков опухолевых Прежде всего, эти органы, такие как молочная железа и простата Они охарактеризуются высочайшей случаемостью опухолевых заболеваний У них есть в развитии стадии инвазии Которая регулируемая инвазия, но наша инвазия Это свойство опухолевое, понимаете? И все эти органы эволюционно молодые И вот смотрите, как интересно получается Получается, что если мы рассматриваем диаграмму Карсона и ЭВД То на этой диаграмме справа присутствуют опухоли как органы Как атипические органы А слева в промежуточке на стрелке присутствуют опухолеподобные органы К эволюции которых приводят к нормальным органам Таким образом, опухоли как органы И опухолеподобные органы являются вот этими переходными состояниями Которые вот это отношение Карсона и ЭВД Наполняют смыслом и содержанием Вот эта же диаграмма, она описывает, как возникает плацента Молочная железа и простата у предков плацентарных То есть вот этот язык, который мы избираем Он позволяет описывать сложные явления И также, посмотрите, каждый раз для того, чтобы возникали новые органы Нужно новое опухолеподобное состояние Как переходное И вот это последовательные шаги прогрессивной эволюции Которые описываются при помощи вот такой диаграммы Кстати, вот эти диаграммы, они используются в такой математической теории Которая называется теория категорий И сейчас активно развивается Кроме вот таких объяснений Каждая теория, она должна обладать несколькими свойствами И кроме объяснений, теория должна предсказывать Теории должны быть предсказательными И вот мы формулируем несколько нетривиальных предсказаний Часть из которых вот здесь мы перечислили Но не все Вот в одном из докладов позже Андрей Макашев у нас скажет еще об одном нетривиальном предсказании Да, здесь вот мы только четыре И мы их сейчас рассмотрим Значит, и первое предсказание, которое мы рассмотрим Это вот то, что опухоли могут отбираться на новые организменные функции И примером этого является шапочка золотых рыбок Это вот такой орган Который, как мы показали в экспериментальной работе Является доброкачественной опухолью То есть, понимаете, поскольку этот орган отбирался в течение тысячи лет селекционерами То получается, что доброкачественная опухоль отбиралась и стала органом Свойственным органом у него является вот ее симметричный вид Да, и незлокачественный характер А свойственным опухолем является то, что она все время растет Да, и достигает она, да, очень больших сомнений То есть, это такой вот типический опухолеподобный орган И предсказанный вообще нашей теорией Следующим большим предсказанием является предсказание Об активации, об экспрессии в опухолях эволюционно новых генов И нам удалось описать целый ряд таких генов Один из них вот здесь представлен на этом слайде Это ген ПБОВ1, который, кроме всего прочего Он связан с позитивным прогнозом у больных раком молочной железы И это очень интересно, да? И мы предположили, что он может быть опухолевым супрессором Вот это в ряде работ это было подтверждено В других работах другие получаются интересные результаты И то, что этот вот ген возник до нового человека впервые Это тоже было подтверждено в других работах То есть, это вроде фантастическая ситуация Но, видите, она находит подтверждение в литературе Мы показали, что не только отдельные гены могут быть эволюционно новыми Но и целые классы генов Вот, посмотрите, вот эти гены, которые в правом нижнем углу Кривые, которые их описывают в правом нижнем углу Это целые классы эволюционно новых генов Какие это классы? Это опять гены, которые кодируют канцертестис антигены И некодирующие РНК Некодирующие РНК, как показал... Да, вот это подтверждение того обстоятельства Открытого нами, со ссылкой на нас Что класс раково-тостикулярных антигенов Генов, кодирующих раково-тостикулярных антигенов Он является эволюционно новым То есть, это находит подтверждение в работах других авторов И вот, как Андрей Макашов показал Да, вот эта нижняя зеленая линия Она относится к некодирующим РНК И оказывается, что большинство эволюционно новых генов у человека Которые возникли за последние 5-6 миллионов лет От ней относятся к классу некодирующих РНК Это чрезвычайно интересно для молекулярной биологии Вот характеристика некоторых этих генов Эволюционно новых работающих в опухолях Здесь показано, что нам удалось в этом эксперименте Описать 100 генов таких И вот посмотрите, как они экспрессируются в 32 опухолях в базе TCGA То есть, есть среди них гены, которые работают во всех опухолях А есть опухоли, в которых работают все гены То есть, вот этот слайд, он показывает возможную связь Открытых нами генов с биотехнологическими задачами С разработкой универсальной опухолевой диагностики И универсальных опухолевых вакцин Мы полагаем, что открытые нами гены Эволюционно новые, экспрессирующиеся в опухолях Это новый некий биологический феномен Предскаженный нашей теорией Мы предложили называть эти гены ТИСИН ТИМО-специфик или экспресс Эволюцион или новоу Следующим предсказанием Это, собственно, основное содержание гипотезы Основной То, что эволюционно новые гены экспрессируются в опухолях А потом приобретают новые функции Что связано с дифференцировкой опухоли в новом направлении И для проверки этого предположения Мы изучили эволюционно новые гены рыб На модели трансгенных опухолей полосатого дания И мы показали, что эволюционно новые гены у рыб Их ортологи у человека приобретают функции, которых нет у рыб И вот здесь вот показано В этой таблице и в следующей показаны такие функции Ну, например, как развитие легких Как развитие коры головного мозга Как развитие молочной железы Все этого нет у рыб И гены, которые возникли у рыб И впервые экспрессировались в генах В опухолях рыб Они, оказывается, приобретают такие свойства Причем мы это показали не только Не только инсилика Но экспериментально, инвитро Экспрессию этих генов в плаценте Или в мозгу Причем оказывается, что некоторые гены Вот такие, которые мы описали у ZebraFish Они участвуют в формировании Нескольких сложных таких прогрессивных признаков А с другой стороны Некоторые прогрессивные признаки В их формировании Их участвует несколько генов То есть речь, по-видимому, идет о каких-то новых Генных сетях Которые имеют большое значение И вот статья была опубликована В прошлом году на эту тему В которой как раз это утверждение Было обнародовано О том, что гены, которые Определяют прогрессивные признаки У человека Произошли у рыб И были впервые экспрессированы В опухолях рыб И еще одно я расскажу Уже последнее предсказание Разберу Вот посмотрите В книге В этой теоретической математической Аспекта морфогенеза Которая была опубликована В 1987 году Тогда было известно Всего 12 онкогенов Было предсказано Что число онкогенов У человека Должно соответствовать Приблизительно числу типов клеток У человека И что мы уже сейчас Время прошло И число типов клеток Человека Инденсивно изучалось И вот Оказывается, что Это метаанализ Этих работ Оказывается, что Около 400 типов клеток У человека На сегодня Можно описать А сколько Онкогенов Тоже описано Вот в разных Базах данных Примерно такое же число Онкогенов От 300 и более Онкогенов Описано у человека То есть это Предсказание И другое предсказание Мы предсказали Что онкогены Должны эволюционировать Параллельно С генами дифференцировочными И вот В работе Которая была Опубликована Тоже в прошлом году В прошлом году Было показано Что действительно Три класса генов Онкогены Супрессор Опухолевого роста И дифференцировочные гены Они Действительно Параллельно Эволюционируют Это вот На этой слайде Слайде Показано И на следующем Тоже слайде Это показано То есть Кластер 1 Он включает Онкогены Дифференцировочные гены И гены Опухолевые Супрессоры И еще гены Домашнего хозяйства То есть Действительно Мы показываем Что онкогены Эволюционируют Параллельно С дифференцировочными Генами И таким образом По-видимому Вот эти Процессы Онкогенеза И эволюции Развития Они Идут параллельно Какой можно Вывод сделать Из всего этого Можно сделать Вывод о том Что мы создаем Некую новую Биологическую теорию Которую мы называем Теорией Карсона и Эвадева Которая объединяет Три типа Биологического развития Которая обладает Предсказательной силой Объясняет Феномены Которые ранее Не объяснялись Объединяет Несколько Биологических теорий И которые Подтверждаются Экспериментальными Данными И на этом я заканчиваю Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...